Сейчас начнется Чиби косплей шоу. Давайте поприветствуем друг друга аплодисментами. Как мы рады видеть вас сегодня в зале. Спасибо вам, что вы нас дождались, что вы готовились, что вы волновались. Теперь пришла пора успокоить свое волнение и классно, круто выступить. Давайте еще громко, прям с криком, стопотом поддержим наших участников. Участники, это для вас! Очень хорошо. А еще для вас сегодня в гости приехали замечательные наши любимые жюри, которые будут строго, но не очень, судить ваши выступления, ваши костюмы, то, как вы подготовились, то, что вы нам сегодня принесли. Это наши любимые буни-икона. Громче, громче, они же вас судить будут, конечно! Участники кастбэнда «Всем добра!» Нет? Бывшие экс-участники кастбэнда «Всем добра!» Сейчас я подозреваю, у них свои сольные проекты какие-то, наверное. Да, они еще классные мастера по костюмам, по парикам, по гриву. И вы можете подойти после нашего шоу и спросить их о том, что вам ужасно интересно, потому что они настоящие профессионалы. Они занимали призовые места на многих-многих конкурсах, у них шикарные фотосессии. Всегда приятно зайти на их страничку, посмотреть то, что они творят взаимно. И, конечно, наш любимый тоже традиционно в нашем жюри сидит. Руководитель литературного блока «Песочка». Она всегда очень внимательна, очень добра, очень приветлива к участникам. Это наш самый добрый, мне кажется, пен жюри. И поприветствуйте ее получше, поактивнее. Так, ну и какой сюрприз для нас всех. Алис, пойдешь? Участник Чиби-косплей-шоу, победитель. Какие-то она у нас хорошие места занимала и первое, второе ее. Первое место, конечно, смотрите, как она возмущена. Выпускник Дед Кона и Чиби-косплей-шоу Алиса Мезина. Давайте мы ее поприветствуем. О, я забыла, да, какая ты у нас теперь? Чистякова. Чистякова. Дайте, пожалуйста, Чистяковый стульчик. На. В рамках импровизации. Мы очень рады, что она сегодня пришла к нам в гости. Дайте ей ручку, вот там на столе у нас ручка, и дайте ей запасные бланки. Супер. Она уже знает, как это стоять на этой сцене, как это выступать на этой сцене. И поэтому будет вас поддерживать, потому что она когда-то так же волновалась, как и вы. И мы сейчас начнем с показательного номера. Это будет что-то загадочное, что-то таинственное, что-то ужасное. Но у них нет музыки, и нам очень нужна ваша поддержка. Представьте сейчас самые-самые страшные истории, которые вы когда-то где-то видели, читали или слышали. И как вам было страшно. И давайте мы сейчас звуками из зала создадим такую атмосферу страшной-страшной сказки. Что-то может завыть какое-нибудь животное. Может кто-то шебуршать. Вы шебуршали, потопали, кто-то бегает. Так. Но мне пока не страшно. Я вот стою на сцене, а мне не страшно. Прям такую атмосферу. Ручками шуршим, ножками топаем. И под это к нам сейчас выйдет фольклор. Это показательный номер, уважаемые жюри. Он не оценивается. Это подарок нам от нашего медблока и танцевального блока. Так. Вы приготовились. Ну как у нас получается? Ну давайте, создаем атмосферу. Ой, топок. И к нам идет кто-то очень страшный. А что это он несет? Создаем, создаем атмосферу. О, какое страшилище. Кто себя плохо вел в старом году? Кто это вались из мешка? Кого это он принес? Не страшно? Это вы потому, что в мешке не сидели. Дорогой Крампус. Тут кто-то хочет в мешок. Аплодисменты Крампусу. И гости, и Диме Шатохиным, которые так долго сидели в мешке. Громкие аплодисменты. Давайте мы с вами немножко поговорим. Все ли знают, как переводится слово «чиби»? Да. Точно все? А то как будет неуверенный. Неужели? Нет. Так надо рассказать. Ну-ка громко, хором, дружно скажите. Как переводится слово «чиби»? Маленькое чиби. Маленькое, миленькое аниме. Что? Маленькое, миленькое аниме? Сейчас ведь люди так и запомнят. Малышные, и новые детства тут с собой. Чиби, а сегодня мы как маленькие. Чиби переводится как «маленькие». Спасибо большое. Маленький. А что же такое косплей? Кто нам сможет прям выйти сюда на сцену и рассказать? Понятно, чтобы мы все разобрались, что это такое. А то у нас на мастер-классе по косплею был такой вопрос. А что это вообще такое? Ну давай, Рада. Первая руку подняла. Она раньше была. Так, сейчас Рада нам расскажет. Косплей от «Cost of the way» – костюмированная игра. По большей части это превоплощение в оригинальных персонажей или персонажей из определенных книг, сериалов, мультсериалов и так далее. И выступление с ними в том или ином роде. Подожди, не уходи, пожалуйста, у меня такой вопрос остался. Вот ты сказал перевоплощение. Вот смотри, я нормальный человек такая, пришла. Но мне очень нравятся, например, большие роботы-трансформеры. Как я смогу перевоплотиться в большого робота-трансформера? С помощью крафта. С помощью крафта. То есть магии никакой нет. И я не вырасту до гигантских размеров с 30-этажный дом. Но в чем же тогда заключается перевоплощение? В собственном восприятии этого персонажа. То есть мне необходимо вдаваться в точном размере, типа такого рода. Если я вот так встану посреди сцены в костюме. С костюмом трудно, да? Потому что я вот так стою и закрыла глаза. Мне не важно, что вы тут на сцене стоите. И я воспринимаю так. Вот значит у меня из руки растет пистолет. Ноги встают. Но нет, не выйдет. Так что же нужно сделать, чтобы у меня получился хороший косплей? Костюм. Костюм нужно сделать. Очень хорошо. Ну выходи. Кто нужен? Коробки, коробки. Коробки. То есть если я залезу в коробку, то из меня получится крутой робот-трансформер. Правильно? Да. Я встану, я встану, я встану, я встану, я встану, я встану. Здравствуй, енот. Это нужен костюм и принятие персонажа таким, как он и есть. То есть характер. Может быть, если ты будешь выступать с ролью, то есть с какими-то словами, нужно их выучить, передать настроение у тебя персонажа. В этом заключается суть косплея. Это что-то такое из психологии. Я принимаю тебя такой, какой ты и есть, енот. Да. Принятие персонажа такой, какой и есть. И вот мне подсказывают, надо обязательно залезть в коробку. Я правильно поняла? Да. Здравствуйте. Мама ничего не заметит. Мама не. Давай. Ты имеешь в виду, то есть коробка как, если только робота? Смотри, я тут очень красивая. Я прошу вас. Давай. Не надо. Вы сейчас что-то вопло. Если вы хотите отдыхать в вашу форму, то надо брать в полотенце коробку. Если вы хотите отдыхать в амином персонажа, одевайте, выставьте, если ты парень. Или роман, как парень. А ты сейчас в парике мамином, да? У тебя такие волосы красивые. Понятно. А то советуют сама. Говорят, отнимайте у мамы парик. Но волосы-то у нее свои. Мама, это мама. Можно покрасить? Можно покрасить? Можно покрасить? Просто у нее мама просекла, что парик мало просекла, что она утащила. Парик отобрала и оттаскала за волосы, судя по всему. Хорошо. Ну что, мы готовы? Да. Парик от него парик отобрала.